Пуру-пуру-пуру-пу. Всем привет, интернет, свежий сборничек приехал ко мне с площадки Алиэкспресс. В сборничке приехала очень интересная зарядочка и надеюсь, что очередной кабель для зарядки, очередной халявный кабель для зарядки. Ну, кабель мы посмотрим в следующем видео, а сейчас мне хочется посмотреть эту самую зарядочку. Зарядочка интересна тем, что очень недорогая, при этом довольно-таки мощная, на полупроводниках из нитрида галлия, ГАН-зарядка и с очень интересными режимами, при этом очень компактная, как вы видите, но не очень легкая. Кто ее делает неизвестно, вот такой китайский ноунейм 65 ватт ГАН общей мощностью 65 ватт. Вот такая зарядка, очень маленькая, очень недорогая. Можно использовать для зарядки любых гаджетов, смартфонов, планшетов, самое главное ноутбуков и в общем-то опять же смартфонов и планшетов с поддержкой протокола Power Delivery. Всего лишь три порта USB Type-C и USB-A. Все три порта поддерживают у нас протокол быстрой зарядки. И зарядка должна выдавать 65 ватт на любой из портов USB в одиночном режиме и аж целых 60 ватт на порт USB-A. В смешанном режиме можно выжать чуть меньше 63 ватт. Так уверяют китайцы. Смотрите, тут такая красивая подсветочка есть. USB Type-C у нас один подсвечивается. Тот, на котором нарисован компьютер, что как бы нам намекает, что именно он самый мощный, на самом деле на зарядке написано, да и у продавца в характеристиках, что оба порта USB Type-C нас обладают одинаковой мощностью. По возможностям они абсолютно одинаковые. И для начала давайте посмотрим, какие протоколы поддерживает у нас USB Type-C порт. Итак, Qualcomm Quick Charge 2.0 до 20 вольт, 3.0. Дальше ждем FCP Huawei Super Fast Charge от того же Huawei Samsung AFC 12 вольт и Type-C Power Delivery. Это не просто отлично, это просто прекрасно. Все протоколы, все возможные быстрые зарядки поддерживаются. Плюс у меня нету триггера Qualcomm Quick Charge 4.0, но в описании написано, что поддерживается и даже он. Ну и теперь с места в карьер, в смысле к мощам. Меня эта зарядка заинтересовала своим первым и последним режимом работы. На первом режиме работы у простого USB заявлено 3,4 5,5 вольт при 5 амперах нагрузки. Ну вот еще я для себя такую зарядку, чтобы тестить 5 амперные кабеля, но к сожалению первый режим 5 ампер нагрузки не выдерживает. 3,3. Ампера максимального тока можно дать, при этом напряжение стабильное 5 вольт, при дальнейшем повышении нагрузки у нас напряжение падает. Таким образом на первом режиме 16,17, ну почти 18 ватт мощности может выдать зарядка. А вот на последнем режиме работы регламентировано у нас 20 вольт 3 ампера у простого USB-A. И похоже, что это абсолютнейшая правда. 20 вольт 3 ампера 62 ватта почти выдает зарядка. Это USB-A порт, просто он подключен сейчас через переходничок, потому что триггер у меня один USB-A. Это не неполадка, это ждущий режим. И 63 ватта уже выдает зарядка, 64, 65 и 2 ампера, 66. Вот-вот 66 где-то там, где-то там в районе 66 ватт сработала защита и она отключилась. Ну вот это мне уже нравится. Не получил я 5 вольт на первом режиме, но получил 67 ватт на втором режиме. Ну и собственно USB Type-C там должно быть также 65 ватт, 20 вольт и 3 25 ампера. Протокол Type-C Power Delivery выберем режим 20 вольт. Режим 20 вольт у нас активировался. 3 ампера, 61 ватт выдает зарядка. Попробуем заявленный 65 ватт получить. Да, легко, просто и не напрягаясь. 3 29 ампер и отключилась зарядка. И еще один контрольненький. Да, вот, ровно там практически 3 25, 65 и 6 ватт выдает зарядка на режиме 20 вольт. Отличненько. Ну и попробуем смешанный режим. В смешанном режиме любой из Type-C может выдать один 45 ватт, то есть 15 вольт например 3 ампера, а второй 18 ватт, то есть например 12 вольт полтора ампера. Итак, я нагрузил первый порт Type-C 45 ваттами, даже 46. 3 ампера 15, 2 вольта выдает зарядка. Именно этот порт должен в связке с другим выдавать у нас 45 плюс 18. То есть можно либо Type-C Type-C 2, либо Type-C плюс USB-A. Type-C 2 с 45 ваттами нагрузить можно, но в связке с другим портом он такую нагрузку не держит. Итак, и попробуем подгрузить еще быстрой зарядкой обычный порт USB. 2 ампера. Так. И зарядка выключается. Попробуем еще раз. Не. К сожалению, даже на 5 вольтах и 2 амперах она не хочет работать в смешанном режиме. А попробую-ка я другой режим. 20 вольт 2 и 25, то есть 45 ватт, но не в режиме Power Delivery, а в режиме Click Charge 2.0. Он же можно сказать 3.0. И вот здесь вот попробуем выжать из нее в том же режиме быстрой зарядки чего-нибудь. Так. Перезагрузился опять этот порт. Ага, вот так работает. 10 ватт сейчас выдает на обычной зарядке и 45 ватт выдает на быстрой зарядке Qualcomm Quick Charge. Окей, попробуем сейчас здесь выжать 18 плюс ватт. Да, 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 да. Все работает. Все замечательно работает. 18 ватт плюс 45 ватт. Зря погнал на девайс. Для меня вовремя дошло сменить протокол. В общем, в режиме Power Delivery 65 ватт на один порт. В смешанном режиме режим Power Delivery не работает, только быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 2.0 или 3.0. Тогда на USB TFC 45 ватт. Вот они 44,8. Ну, там без потерь 45 ватт. И на простой плюс еще 18. Вот они, пожалуйста, 9,1 вольт, 2 ампера. Ну, что, попьем, как обычно, кофейку. Пусть это все помолотит минут 20-30 и посмотрим на стабильность работы и на температуру. Ну, что, народ, прошло уже 20 минут, даже чуть больше, как это все крутится, вертится. И все это крутится, вертится, что называется. Полет, что называется, проходит в штатном режиме. 18 ватт здесь, 45 ватт здесь. Зарядка не отключилась. Стабильно работает все эти 20 минут. Нагрелась она до 52 градусов вот здесь, на выходе из розетки и где-то до скольки? До 40 градусов на USB Type-C портах. А так, в общем, все стабильно, без происшествий. Ну, что, друзья, что думаете? Я вот думаю, что классно. Компактненько, очень даже компактненько, мощненько и недорого подешевле, чем всякие вот фирменные базилсы. Молодцы, китайцы, молодцы. Вот плохо, что я 3, 4, 5 и 5 вольт, 5 ампер написано. Вот плохо, что я 5 вольт, 5 ампер не получил. Но, блин, зарядка классная. Чего уж тут говорить. Вот, такие дела. На этом у меня все. Всем удачи, удачных покупок. Оставайтесь на канале. Всем пока. До новых встреч.